Глава региона провел прием граждан по личным вопросам. К Александру Цибульскому обратились 15 жителей окружной столицы. Основная часть вопросов традиционно касалась жилищных проблем. Слово Марии Владимировой. Жительница поселка Искатели озвучила 4 основных вопроса, которые волнуют поселковых жителей. По словам Марии Чинцовой, это строительство новых зданий для школы, Дома культуры и Центральной районной поликлиники. Александр Цибульский сообщил жительнице поселка о планах по строительству социальных объектов, которые будут реализованы в рамках национальных проектов. Школа. Значит, проект готов уже полностью. Там сейчас внесены... Нет, ну он уже физически готов. В 2022 году будет сдача. С весны следующего года пойдет уже строительство. Я думаю, даже уже сейчас начнет завозить первые материалы. В 2022 году школа будет стоять. Ну, то есть в следующем году точно увидите уже строительство. По клубу. У нас тоже полторы тысячи квадратных метров. Мы сейчас и проектируем, да? Уже деньги на это выделены. Какой у нас год? На 2020 год проектирования. Ну и, соответственно, идет от строительного... 21-го здоровья. 21-го здоровья. В поликлинике пока денег нет. Мы сейчас работаем... У нас сейчас в рамках национального проекта «Здоровье». Да. Сейчас президент проводил серьезные совещания по развитию первичного звена здравоохранения. И в рамках этого звена сейчас началась работа. Возможно, нам получится получить деньги из федерального бюджета на строительство новой поликлиники. Мы сейчас вот с Сергеем Антоновичем активно занимаемся. Кроме того, одной из главных проблем для жителей-искателей является ветхое и аварийное жилье. Не была в городе полгода. Меня вот водитель завозит, и я такая... Господи! У вас тут дома как грибы. Как грибы! Я говорю, а когда же у нас такое благо будет в искателе? Когда у нас эти грибочки начнут расти? Вы понимаете? О перспективах и уже реализуемых мероприятиях в сфере жилищного строительства жительницы поселка рассказали специалисты профильных ведомств. Еще одна пришедшая на прием жительница Нарьинмара, Осия Михальченко, обратилась к губернатору с вопросами, с которыми сталкиваются семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. В частности, по ее мнению, в регионе сохраняется проблема дефицита врачей, в том числе детского невролога. Также родители особых детей остро нуждаются в психологической медицинской помощи. Нас надо с нами разговаривать, нам нужно объяснять. Не то, что вот я пришла, мне не нравится. У вас что-то похожее на ДЦП в год и три. Отправим вас в Пеликан-центр на войтотерапию. Вы представляете, я прихожу домой, открываю интернет, что такое ДЦП. Где-то краем слышала, я читаю, вчитываюсь. Ребенок где-то там лежит. Я трачу кучу времени на изучение, куда, чего. Центры, где, что за такое войтотерапия. Это такой стресс я переживала. Это очень сложно. Это надо объяснять изначально психологически. И нас как-то подготовить. Вопросы, поднятые Осеей Михальченко, будут проработаны окружными профильными ведомствами. После чего, как заверил губернатор, предстоит выработать комплексные решения по озвученным проблемам. Мария Владимирова, Антон Водряков, Телеканал Север.